Рабочая неделя президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко назначил Леонида Зайца на должность вице-премьера. Профиль – сельское хозяйство. Ранее он занимал пост заместителя председателя Совета Республики. Еще одно назначение президента – посол нашей страны на Кубе и в Доминиканской Республике Валерий Барановский по совместительству будет белорусским дипломатом и в Никарагуа. – Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего общего стиля работы с кадрами, нестандартные. Леонида Константиновича я попросил, чтобы с вами переговорили. У вас одна задача – экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, подготовить себе надежную замену. Вместе с главой администрации предложить кандидатуру и в течение того времени, которое вы сожжете нужным, работать в должности вице-премьера. Это вам определяться. Я не против, чтобы вы работали очень долго. Но вы понимаете, что мы не вечны, и силы наши не вечны, поэтому надо иметь замену. Если президента определяет народ, то вице-премьера назначает президент, и я хотел бы, чтобы вы такого человека подготовили себе на смену. И я вам благодарен, что вы согласились пойти на эту должность после того, как вы уже подумали, что можно и спокойно как-то в жизни поработать. Но покой нам только снится. Поэтому вот такое вот нестандартное решение. Еще раз благодарю вас за то, что вы согласились помочь в это непростое время и время больших возможностей, прежде всего, в том секторе, который вы будете возглавлять. Еще восемь человек согласованы на новые посты и должности. Игорь Жук возглавит Гродненский государственный медицинский университет. Олеся Абраменко займет вакантную позицию заместителя министра экономики. Руслан Воронков отправляется генеральным консулом во Вьетнам. Алексей Скрага из Белспецвнештехника переходит к генеральным директорам в белорусскую калийную компанию. Новый руководитель и у Бобруиска Громаш Виктор Филатов.